Степан, привет. Привет. Давай выберем место. Давай выберем место. Ну это попа, стёпа. Ну ладно, посмеялись и хватит. Для чего весь этот цирк? У нас с тобой нету тату-аппарата, чтобы выбрать эскиз. Да. Поэтому тату вслепую сегодня не будет. Ага. И что предлагаешь? В этом выпуске мы должны найти тату-аппарат. Не найти тогда, а купить? Я предлагал украсть. Но лучше купить. Да, купим тату-аппарат. Приведём его в порядок, покрасим, сделаем красиво, чтобы запустить наконец-таки тату вслепую. Да, ты прав. Второе. Хотелось бы продолжить чёрно-белый рукав, да, и сделать белую татуировку. Ты мне обещал. На секундочку. Обещал. Да, и ещё кисть у меня пустая. Видишь, это забитая, это пустая. Хотелось бы сделать кисть. Это третья. И всё это в этом выпуске? И всё это в этом выпуске, но это ещё не всё. Четвёртое. Самое крутое. Знаешь что? Знаешь что? Ну. Помнишь, ты говорил, ты хотел татуху? Ну. Да. Мы идём делать тебе татуху. Всё, собирайся. Чё ты толкаешься? Пошли, мы делаем тебе татуировку. А кто будет делать татуху? Пойдём, я всё расскажу. Нет, подожди, кто будет делать татуху? Я ещё не знаю. Пойдём. Идём. Искать. Мастер звонит. Кто звонит? Мастер звонит. Всё, пойдём. Кто мастер? Скажи мне. Алё. Пятый день. Сегодня уже надо снимать плёнку. И удивительно, что Димон, когда делал белый по чёрному, у него чёрным были зла на пелёнку всё. Мы попробовали заживить супрой, и она вот типа белая, бело-серая. Может быть, там что-то смешалось, не знаю. И вот так мы делаем. Тянем не вот так, а типа чуть-чуть вверх. Почему? Чтобы не травмировать её кожу. Тянем вот типа вверх и чуть в другую сторону. Она так лучше снимается. Ну чё, есть белый? Да есть белый, куча белого. Даже не так видно полукруг, который ты заслал. Ситуация следующая. Дима Астанин уже два месяца находится в Ереване. И, к сожалению, другие мастера с ним не приехали. А Диме очень нужна памятная татуировка про Ереван. И он спросил меня, Стёпа, ты знаешь каких-нибудь мастеров? Я чуть знаю мастеров, но не так, чтобы это знаю. Поэтому мы решили вместе с вами пройтись по студиям Еревана и выбрать мастера для Димы, чтобы он сделал памятную татуировку в Ереване. Начинаем с самого центра Еревана. Это улица Мартироса Сарьяна. Самая оживлённая улица в городе. Здесь куча баров, ресторанов. И, конечно же, есть тату-студия. Туда мы с вами и направимся. Кстати, Мартирос Сарьян – это известный советско-армянский художник. Работал в графике тоже, кстати. Поэтому как будто бы на этой улице должны уметь рисовать и делать татуировки. Студия номер один. Здравствуйте. А не подскажете, татуировки тут делают? Да. Приветствую. Здорово. Мы снимаем видео про татуировки на YouTube. И хотели делать обзор на тату-студии в Ереване. Есть вариант зайти, поснимать, поспрашивать что-то? Не в то место зашёл? Кабинет, да, у тебя просто? Всё, я тебя понял. Димон, у тебя даже не самый маленький кабинет в Ереване. У чувака очень маленький кабинет. И он на самом деле сказал, что мы просто зашли не в то место. Посоветовал другую студию. Мы, может быть, успеем туда заехать. Но чувак слился, сказал нет. Запомните, вот здесь была первая студия. И мы сразу же направляемся в студию номер два. Она находится буквально через здание. И тут такой же стильный коридор, как по пути ко мне домой. Поэтому мы проходим. И приходим вот сюда. Здесь тату-студия номер два. Вперёд. Здрасте. Здесь тату-студия раньше была, нет? Была-была. Тебе уже на стекле там. А, всё, сори, сори, ребят, спасибо. Счастливо. Там ремонт. Что-то другое. Вот тут оставлены контакты. Вторая студия. Неудача. Двигаемся дальше. Алло. Алло, да, здравствуйте. А мы вот подъехали по адресу, вот возле круглой новостройки стоим. Ну, да, подожди, возможно, я подъехал. Мы приехали, собственно, за виндинговым аппаратом. Вот их сколько много здесь разных мастей, объёмов и всего на свете. Вот выбрали тот, который нам нужен. Нужно проверить, пройдут ли наши вот эти штуки с эскизами. Вот сюда их сыпем, прокручиваем. И вот здесь получаем эскиз. Тату слепую готова. Забираем. Какая цена? 60 тысяч армянских драм. Это примерно 10 тысяч рублей. Ну что, тату аппарат на месте. Ну что, будем делать тату вслепую? Мы не можем делать тату вслепую. Почему? Потому что он выглядит, как будто он из Дикси. А мы не Дикси, мы забитые. Поэтому нужно ещё чуть-чуть того, что вы больше всего не любите. Что это? Это стройка. Погода, конечно, не для съёмок. Но мы продолжаем поиски студии, где Димону сделают памятную татуировку. И вот она. Отдельно стоящее здание с надписью «Тату». Ты стой тут, а я сейчас зайду и всё у вас хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут с другом снимаем видео про татуировки и хотим ему сделать памятную татуировку из Ерелана. У вас тут делают татуировки? Очень приятно. Это Дима. Итак, ребят согласились с нами пообщаться? Слушайте, расскажите, что у вас за студия, как называется, что вы тут делаете в основном? Студия называется «Сильвер Инг». Занимаемся татуировкой. У нас много мастеров в разных стилях работают. Какой там популярный стиль, в котором делаете татуировки? Больше в реализме работаем. Но есть хороший мастер, который графику делает. Что могли бы предложить? Вот приходит человек, говорит, я хочу, вот не знаю что, но что-нибудь вот в память о Ереване. В память о Ереване, там нужно посидеть вместе, подумать. Каскад в реализме. Всё, всякое можно. Просто нужно пообщаться с этим человеком, понять, что ему больше нравится. А мастеров в традиционном стиле у вас нет? В традиционном нет. Ну, в олдскуле не делаете. Только реализм, графика, да? Я, в принципе, делаю. Я в основном в реализме работаю, но... Ну, вообще всё умеешь. Ну, очень давно работаю, приходилось во всех стилях работать. Отлично. Получается, Диме надо подготовить 20-40 тысяч драм для памятной татуировки, правильно? Да, если мы выберем эту студию. Если мы выберем эту студию. И нас примут. И нас примут. Нас примут? Думаю, да. А тату-студия тут? Тату-студия здесь? А, не знаю, брат. Как будто лестница должна быть. Пойдём вместе. Ну, как будто бы это здесь. Есть кто-нибудь? Как будто тут не тату-студия. Непонятно, что тут. А на улице написано тату. Приветствую. А у вас тут тату-студия? Уже давно нет? Ну ладно, а что сейчас здесь? Офис-бар. Офис-бар? По пиву, может? Итак, очередная тату-студия прямо в барбершопе. Посмотрим, есть ли мастер на месте и не работает ли он по записи. Здравствуйте. Здравствуйте. А делают татуировки у вас? Делаю татуировки. Пойдём, Лимон, там вообще, гриш-париж. У нас есть мастер. Как зовут? Арам. Привет, Арам. Я Степан, это мой друг Дима. И мой друг Дима приехал в Ереван. Ему срочно нужна памятная татуировка из Еревана. Вот, во-первых, скажи, в каком стиле работаешь? Ну, предпочтительно реализм, конечно. До свидания. А в графике что-нибудь сможешь сделать? Вот смотри, 10 на 10 татуировка памятная. Из Еревана. Что угодно, что сделаешь? Что угодно. Так, ну, можно Гору Арарат или Мать Ереван, или можно просто здание театра оперы и балета. Что-то такое тоже можно в графике. Или каскад можно, ну, или композиция какую-то. Будет интересно. Отлично. Сколько это будет стоить? Вот 10 на 10 памятная татуировка для моего друга Дмитрия? Ну, для твоего друга это будет стоить двадцатка. Двадцатка? Это сколько в рублях? А, ну, на шесть, там, 3500, 4000 рублей. Если на память, я бы могу и бесплатно сделать. И бесплатно можете сделать? Все, мы нашли мастера. О, визитка у человека. Профессионализм. Профессионализм. Отлично. Спасибо большое. Мы обязательно просмотрим твои работы. Сразу говорю, реализма точно не будет. Но в целом, спасибо огромное. Заходите. Было очень приятно пообщаться. Все, спасибо. Кстати, Арам поскромничал. Он вообще председатель или директор ассоциации татуировщиков в Армении. Да? Непростой тип. Но нам пора двигаться дальше. Let's go. Если Степа находится в этом помещении, то это не значит, что мы его забиваем. Правильно? Но если я сижу с этой стороны, а ты с той. Скорее всего, ты меня забиваешь. Мы продолжаем белый рукав. По многочисленным вашим просьбам мы это снимаем. Вообще, мы изначально хотели делать ему белый рукав. Но вы написали, что надо продолжать. Поэтому мы будем запариваться и каждую татуху снимать вам в ролике. Сегодня будет немножечко эксперимента белого. Да? Да. У тебя сколько дней после? Ровно 13 дней. У меня спустя год. Вот так выглядят две руки. У меня видно, что подплыло и пожелтело. У тебя видно, что еще заживает. И видите, что у Степы на руке вот эти какие-то странные болячки. Когда он снимал пленку на пятый день, у него остался клей от заживляющей пленки. Да. И ты сразу его склеил? Да, я сразу его... Да, я его прям мочалкой отмывал горячей водой, тер прям. И, наверное, повредил кожу, когда это все делал. Возможно. Это аллергия именно на клей, который у тебя остался и присосался к руке. Ну да, или просто раздражение. Ну мы типа не обращаем внимания на это, да? Да, я думаю, нормально. Чешется? Нет. Карта Таро. Дурак или шут? Это дурак. По карте Таро я нарисовал ему дизайн. Почему дурак? Карта, как правило, означает начало нового путешествия, которое сформирует характер, наполнит оптимизмом и избавит от ограничений. Кроме того, этот аркан можно рассматривать как призыв к рисковым решениям. Рисковый парень? Я очень рисковый парень. Что за день сегодня? В прошлом выпуске мы забыли сказать, что краска татуировочная у нас World Famous White. White, верно. Это та, которую мне делал Романовский. И та, которой мы делали предыдущую белую татуировку тебе. И у тебя вообще весь рукав будет World Famous. Не знаю, может быть, надо попробовать какую-то другую краску, чтобы потом на сравнении. По костяшкам, да, сейчас будет? По костяшечке, блядь. Неприятно. Мы контурнули дурака. И пока татуировка у нас проявляется, мы решили немножко поэкспериментировать и сделать чуть-чуть шейда и чуть-чуть белого покраса. Глаза делаем белые? Да, я думаю, глаза надо закрасить и нос тоже. Татуировка проявляется. И становится максимально прикольной, интересной, необычной, традициональной и стильной. Вот если она заживет классно, и это будет, ну, не пятна или не сильно проседать, то всю руку будем делать вот так же полоски и белые тенюшки. Да, в таком стильке. Что это? Собственно... Это дурак. Дурак. Ну и почему? Ну, потому что дураки и дороги. Все, это вся идея. Просто, ну, типа, дураки и дороги. Хунта-Кана, Бали, Ибица. Но нету главного указателя. Где же нам все-таки сделать татуировку для Димы? Так, приехали по адресу. Стоят Нова, 18. Написано, что здесь есть Black Crown Tattoo, но здесь нет Black Crown Tattoo. Пойдемте спросим, надо поискать. Может быть, где-то спрятан. Простите, а вы не подскажете, здесь должна быть тату-студия? Она была. Уже нету? Вот здесь, не мы делаем. Вот прям тут была? Тату и пирсинг. Здравствуйте. А тут тату-студии больше нет, да, здесь? Нет? Ладно, спасибо большое. Блядь. Мы продолжаем поиски татуировки памятной для Димы. И вот мы нашли вот это. Да. Здравствуйте, а по поводу татуировки хотели пообщаться? Открыть двери до конца вниз. До конца вниз. О, кажется, это тут. Здравствуйте. Мы тут с другом ищем, кто ему сделает памятную татуировку из Еревана. Вот снимаем на видео. А не против пообщаться на камеру? Присаживайтесь сначала. Приветствую. Привет. Степан, меня зовут. Привет. Здравствуйте. Ну сразу снимаешь. Ну мы сходу, ну да. А то, чтобы там в канале не сказали, что по-русски разговаривать не могут. Не, не, мы же в Армении, все-все понимают. Смотрите. У меня есть друг Дима, вот он снимает нас. Приятно. Ему нужно сделать памятную татуировку. Хотелось бы посмотреть ваши работы, я так понимаю, не на стенах? Нет. Нет? Нет. Мои работы я каждый год удаляю от тысячи, от 200. Тысячи до 2000. Серьезно? Я устал столько складывать в интернет. Я вообще не вкладываю в интернет. Вы как будто очень много делаете татуировок. А есть? Но я не люблю соцсеть. А, хорошо. То есть инстаграм вообще не люблю. Тикток вообще нету. Мне 40 лет. Ну, ему тоже скоро. Да. В каком стиле вы работаете? У меня нет стиля. Есть такой хороший поговорка. Хороший художник рисует, великий художник крадет. Вы великий художник, получается? Нет. Я не художник. Какие вы можете сделать? Black work. Я люблю контрастная черная работа. Я цветной ненавижу. Хотя любой стиль делаю, но ненавижу. А какой-нибудь old school, может быть? Любой. Любой, что ты хочешь. Ну, сколько будет реализма до любой. Реализм он не терпит. Вообще нельзя ему реализм. У него аллергия на реализм. Ему нужен old school. Смотрите. Хочешь секрет? Ну-ка. Реализм не остается никогда реализмом. И что ты хочешь? Гора Арарат? Или ты хочешь Армения Натерна? Или ты хочешь церковь? Вы мне скажите. Крест. Вы мне скажите. Я бы хотел, чтобы он носил армянский крест. А, кстати, я выбираю ему татуировку. Поэтому может быть и крест. Реально ты будешь показывать это в ютубе? Обещаешь? Ну, да. Но мы выбираем студию. Если мы выберем вашу, то, конечно, мы покажем это. Я не буду показать все мои успехи, чтобы... Давай вот так. Так, как я являюсь девятикратным рекордсменом. Девятикратным рекордсменом в чем? Первый татуировщик Амбидекстер. Одновременно обеими руками разные татуи. Вы с двумя руками делали татуировки? Да. Тогда давайте так. Нам нужно две памятные татуировки. По десять на десять. На двух ногах, например. Давай. Давай вот так. Так, если ты из всех студий будешь ты сам выбирать, я не буду сделать тебе тату. Десять на десять. Любой рукой, которая вам будет удобна. Да ладно, да. Вот. Скажите, сколько это будет стоить? Зависит цена, если ты будешь ответить на мои вопросы. Какие вопросы? Хотя бы один вопрос, хотя бы. Десять на десять. Армянский крест. Если Ачменстинский крест хорошего сделать, то это будет шестьдесят тысяч. Работа будет длиться двадцать пять минут максимум. Полностью черный блэкворк с белым оттенком. Но если ты ответишь сейчас мне один вопрос, реально, интеллектуальный, я тебе делаю пятьдесят процентов в скидку. Давайте сыграем в эту игру. Давайте попробуем. Какой фильм переводили? Большинство языков, но самый лучший перевод признали армянский перевод. Главный герой, не понимая, о чем мы говорим, сказал, я не понимаю, о чем они говорят, но они лучше говорят, чем я. Ответишь этот вопрос, я тебя делаю пятьдесят процентов. Ответишь второй вопрос, я тебя делаю бесплатно. Наверное, это какой-то французский фильм? Не. У тебя есть позвонок друга. Знаешь, что за фильм? Я тоже не знаю. Что ты не знаешь? Хотя бы будете знать. Это фильм Гамлет, главный герой, смартунновский. Второй вопрос. Ну, давайте. Давай второй вопрос. На кону вставляю миллион армянских драм. Реально сейчас ответишь, я тебя даю миллион драм. По рукам. По рукам. Но если я не отвечаю, я ничего не должен? Нет. Но я ответ не буду сказать. А, хорошо. По рукам, реально на камеру, я нажимаю твою руку, что я миллион сейчас даю тебе. Да. Какой диск производили? Самым большим тиражем. И за три дня все уничтожили. Что было в диске написано? И что заголовок было в диске? Битлз. Если ты уже говоришь Битлз, значит этот диск все слушали. Нет. Реально миллион. Если через пять минут ты не будешь ответить, я добавляю еще миллион. Вот все, что было там без нарезки, не хотелось бы терять. Поэтому вы найдете один большой ролик в нашей телеге по ссылке в описании. Прыгайте. Перед тем, как перевести дизайн на кисть, мы, конечно же, побрили руку. И тут сразу начала виднеться белая татуировка. Вы, возможно, ее не видите, но она там есть. Белой краской сделана надпись I must not tell lies. Это в Гарри Поттере. Помните, когда они писали, у них шрамы на руках? Я, когда был молод, очень любил Гарри Поттера. Я и сейчас люблю Гарри Поттера. И я решил, что я не должен лугать. И я сделал вот такую татуху себе. Не помогло. Тебе не кажется, что я постоял максимально близко камеру, чтобы всем показать, что я жирный? Но я не жирный. Нет, абсолютно не жирный. Вот. Это уже другой день. Сегодня кисть. Но сегодня кисть напополам. Потому что я не дорисовал вторую часть дизайна. И вторая часть кисти будет уже в следующем выпуске. Первая половинка – это классический панельный дом. Я думаю, что в городах России таких много. Да и, кстати, в Ереване тоже напротив есть. Но в целом у меня ассоциация с Москвой. Это панельный дом. И вообще кисть будет вся про Москву. И вот мы решили начать с панельки. Панельки люблю. Сейчас Деменская будет говорить, что «Ой, это он с*** у меня, это я люблю панельки». Я тоже люблю панельки. Самое смешное, что, скорее всего, следующий блок начнется с Деменской. Ты мне скажи, панелька-то получится традициональная в итоге? Ну, так. Маленький традициональ бы. Это он традициональный. Начинаем? Let's fucking go. Мы контурнули татуировку. Тонкая полоска была. Троечка с короткой заточкой. В итоге это точно не поплывет. Но в некоторых моментах я специально нацарапывал, потому что там панельки будут типа структурой сделаны. И там сильно как бы очертания контура не надо. Стёпа молодец, это без обесбола. Он не пискнул и не трёсся. Они не поверят всё равно. Им придётся поверить. Это новое настроение и у меня, и новое настроение у Стёпы. Стёпа перешёл на следующий уровень, когда он не ноет. Это не точно. Жирная иголка девяточка РЛБ тоже девять с короткой заточкой. Всё с короткой заточкой. Точки буду делать тройкой с длинной заточкой. Брат, ты короткой заточкой или длинной? Скажу вам по секрету, что переход из кисти в предплечье, вот этот сгиб, не самое лучшее место под вот такие прямые квадратные татуировки, как сегодня мы делали панельку. Потому что кисть здесь расширяется, и как бы ровно вы не перевели, всё равно будет деформация дизайна. Плюс это место у нас ходовое, крутится-вертится, и татуировка всегда будет выглядеть неровно. Но так захотел Стёпа, и что мне отказывать ему, если он именно в это место хотел именно ровную панельку. Две татуировки в одном выпуске. С днём рождения. Спасибо. Это типа татуировка-подарок. Но мы сделали полкисти, поэтому вторая половина кисти, вторая часть подарка тебе на день рождения будет в следующем выпуске. Кто хочет поздравить Стёпу с днём рождения, в описании ссылочка на Donation Alerts, там можно прямо с текстом, я ему все ваши пожелания покажу. И весь кэш, который вы скинете ему на поздравление, всё вместе с вашими сообщениями передам. Так что поздравляйте его так же, как поздравляю его я. Я пошёл придумывать тебе новую белую татуировку. Или вы подскажете, потому что мы решили, что в каждом выпуске теперь будем делать белым по-чёрному. Но он мне только что сказал, что у него нет идей. Ты хочешь мне сказать, что в следующем выпуске мы не будем делать белый по-чёрному? Слушай, а не много татуировок вообще в выпусках? Друзья, я продолжаю поиски мастера для Димы, чтобы сделать памятную татуировку про Ереван. Решили обратиться к рекламе, которая высвечивается всё время в Инстаграме. Написали одной девочке, она предложила нам записаться на татуировку и после пообщаться. Но этот вариант нам не подходит. Много кому написали. Вот есть единственный адекватный человек, который ответил, пригласил в гости. Да, он домышник. А вдруг прикольно будет? Пойдём. Дома всегда делают стиль. Дом – это андеграунд, да? Мы, кстати, находимся... Вип... Давно такого не было. И вот опять. Так, с лифта сразу налево дверь. Вот это. Салют. А здесь татуировки делают? Делают. Делают татуировки. Пойдём. Привет. Нас встретили, надели на нас тапочки. Да, всё в лучших традициях домашней татуировки. Это мастер Влад. Привет. Вот, мы его увидели в Таргете просто. Итак, смотри. У меня есть мой друг Дима. Вон он стоит. Привет. Ему нужна памятная татуировка про Ереван. Что-то связанное с Арменией. Надо полпулаку, мне кажется. С которого фонтанчик такие, знаешь, питьевые. Полпулак, питьевые фонтанчики. Которые вот везде стоят. Полпулак – это общественный питьевой фонтанчик. Они появились в 1920-х годах. Да, и из него льётся чистейшая вода. Вот, собственно, он. И вот он. И вот тоже он. И это тоже он. Сейчас зима, и многие из них отключают. Вообще, в городе около полторы тысячи фонтанов. Ереван также называют городом полторы тысячи фонтанов. Вот мы из прихожей заходим в комнату. Здесь челаут зона. Очень заниженные диваны. Сухожар, обратите внимание, очень важно, да? На секундочку. И вот сюда мы перемещаемся, получается, прямо в рабочее пространство, где творятся чудеса чёрные. Смотри, допустим, если это вот полпулак, да, будет в твоём фирменном стиле, но он должен всё-таки напоминать про Ереван. Полпулак – это очень хороший символ, на самом деле. Пока из мастеров никто не предлагал такое. А скажи, сколько это будет стоить? Сколько захотите, ребят, потому что вы пришли в гости, поэтому как вам кайф? Это останется за кадром. Подожди, не вы***йся, подожди. А если бы мы без кавер пришли и тебе сказали? Ну, просто как клиенты получилось. Да, да, сколько, сколько? 10 на 10. 10 на 10. Я в основном чуть побольше работы делаю. Блин, у него места нет, он закатан и наглухо. Минимальная стоимость татухи, короче, в Москве у меня была 14 тысяч рублей. В основном я делал чуть проект побольше, это где-то 30 тысяч рублей было. Тут чуть поменьше, у меня минималка – это 10 тысяч рублей, но в основном то, что там пятнашка, это какая-то чуть побольше. 10 тысяч рублей – это получается 60 тысяч драм. Ну, где-то так, да, 60 тысяч. Это как тот чувак, да, у нас с этим? С четками. А ты вот прямо сейчас сразу можешь нанять? Да, 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 что, нет? Сделаем такое приколюку, приколюку. Что думаешь? Ну, тут, как бы, задача стояла сделать небольшую, 10 сантиметров, поэтому я пытался все скомпоновать. Поэтому где-то по цене это будет 180 баксов, получается. В какие-нибудь свободные пространства можно впихнуть, можно потом фрихендом дорисовать вот эту струю воды, линии провести, чтобы она подходила под место. Короче, даже можно заполнить пустыми ставками. Ну, да, да, почему нет? Ну, в основном я чуть просто побольше работы рисую. Еще самый главный плюсец – сделать у меня татушку. Это еще и подстричься можно, и волосы покрасить у нас здесь. У нас тут есть студия красоты, которая называется Бошки Проджект. Где? Она в ванне находится. Где она находится? Ну, тогда показывай. Погнали. Тут у нас находится ванна-студия. Прям ванна? Ну, ну, вот она ванна. Прям ванна? Ванна, раковина. Салют. Парикмахер, наверное. Самвел. Самвел делает, видимо, прически. Да, делаю стрижечки. Кайф. У нас тут стоит мойка. Провели трубы, чтобы можно было мыть голову. Крутое зеркало винтажное, ручной работы. Наш логотипчик. Мои рисуночки. Окошко. Тут можно курить сигаретки и кайфовать. Вот, кстати, свежую татушечку мы набили фрихендом. Полностью сразу на руке. Вот тут я ему делал ножницы, получается, на это в году 19-м, да, было примерно, как мы только познакомились примерно, да. То есть на нем сразу можно посмотреть зажившую и свежую, да, очень удобно? Еще есть вот наш логотипчик тут. Диман, если ты не сделаешь у него татуху, я сделаю у него татуху. А что, может, пострижался? Бро, смотри, только 10% тату-студий в Ереване мы обошли. Мне кажется, еще целая куча в городе. И очень много в ближайших городах. Ты уже снимаешь? Тату-аппарат готов. Это значит, мы запускаем тату вслепую. Если у него белый на руке заживает, я уже готовлю новые идеи. А сейчас пришло время обсудить всех, кто был в этом выпуске, и выбрать все-таки мастера. У нас есть первый мастер, это Гор, хозяин студии Silver Inc. Он, кстати, работает во всех стилях, сказал, что может сделать тетрад. Второй мастер, Арам, председатель Ассоциации татуировщиков Армении. Третий мастер, Вахе из студии Мира. Четвертый мастер, Влад из Москвы, который работает дома. И на самом деле, я пока не готов никому из них отправить Диму на памятную татуировку. Возможно, потому, что мы не обошли еще все адекватные студии, и я готов продолжить поиски. Но вы можете меня переубедить. Вы можете в комментариях написать, какой мастер вам понравился больше. И, может быть, мы выберем кого-то из этих ребят. Но пока я не готов. Я не готов. Ищем дальше. Сто процентов. Сто процентов.